Здравствуйте! Это программа «Область новостей». Я Алла Белякова. Смотрите сегодня в выпуске. Стобром в село. На работу волонтеров-медиков посмотрела Марина Корякина. Следующей точкой в маршруте волонтеров-медиков станет Романовский ФАП в Токаревском районе. В июле они уйдут на каникулы, а в августе у них намечается еще три таких выезда. Спилить нельзя. Ждать. О существовании очереди на спил деревьев узнала Юлия Савушкина. Два таких же засыхающих дерева по заявкам жители спилили в прошлом году. До этого же руки так и не дошли. Как объяснили специалисты, такая высота требует особой техники и большего времени. Зарядка с чемпионом. Почему Артур Осипов приезжает к юным спортсменам области и страны, расскажет Олег Рожков. Цель его акции простая – смотивировать молодежь на достижение наивысших результатов и показать ребятам своим примером, что все возможно и любые вершины достижимы. Личному составу отдельного соединения специального назначения Западного военного округа в соответствии с указом президента России от 26 января 2019 года присвоено почетное наименование «Гвардейское» и вручены знаки различия. В настоящее время его подразделение базируется на территории Тамбовской области. Всю свою мощь бойцы спецназа продемонстрировали в учениях на полигоне. Оружие зарядить! Отрабатывали десантирование личного состава с техники «Тайфунка», выход на пункт сбора и преодоление тропе разведчика с применением вопросов огневой подготовки, инженерной подготовки и тактической медицины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Десант добра в Никифоровском районе. Сегодня в село Вырубово приехали волонтеры-медики. Они принимали пациентов в фельдшерско-акушерском пункте, а затем оказали медицинскую помощь на дому. С теми, кто несет здоровье в глубинку, пообщалась наш корреспондент Марина Корякина. Добрый день! Девчонки, кто тут последний? За кем? За мной будешь! Местный ФАП сегодня – центр притяжения для всех жителей села. Очередь от входной двери до последнего кабинета. Для молодых специалистов из Тамбова такое в диковинку, но готовы принять всех. Ничего серьезного нет. Ритм синусовый. Продолжается лечение, назначенное чистковым терапевтом. Вся ваша проблема, ваша одышка и ваша потливость от легки. Большое вам спасибо. Все. Лечитесь и болейте. Волонтерам повезло. Работают в комфортных условиях. ФАП «Новый» на базе школы появился шесть лет назад. Село Вырубово от областного центра удалено на 48 километров. Поэтому фельдшерско-акушерский пункт – первое место, куда жители бегут за помощью. Но, как водится, тянут всегда до последнего. Достаточно долго уже не посещала кардиолога-терапевта. Надо бы сделать кардиограмм сердца. Людмила Петровна, расскажите, пожалуйста, как следите за своим здоровьем? Ну, желательно бы лучше следить. Не очень. Не всегда получается. Волонтеры идут те, кто еще не закончил обучение, но уже горит желанием спасать жизни. Пятикурсники владеют знаниями на уровне среднего медицинского персонала. Поэтому в их силах выявить мышечные патологии, измерить объем легких и артериальное давление. В наших рядах около 500 волонтеров. Так что мы и с каждым разом, с каждым поступающим годом их количество все растет и растет. С какого курса можно к вам записаться? С первого курса. То есть первокурсники уже приходят, и они тоже ездят с вами, также по прогонам. А что первокурсник может делать, что он может оказать какую помощь? Ну, он может проводить сперметрию, динамометрию, также может измерить давление. Это все нас учат уже на первом курсе. Пока одни проводят осмотр в ФАПе, другие активисты решили нанести визит тем, кто не в силах прийти за медицинской помощью самостоятельно. Это обязательная часть выезда в район. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мои золотые. Видишь, какие молодцы. Мы волонтеры-медики. Да. Да, пришли. Да, сколько-то. Пришли поговорить с вами о вашем здоровье. Следующей точкой в маршруте волонтеров-медиков станет Романовский ФАП в Токаревском районе. В июле они уйдут на каникулы, а в августе у них намечается еще три таких выезда. Марина Корякина, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. Свыше тысячи деревьев в Тамбове нужно спилить. По крайней мере, так считают жильцы, подавшие соответствующие заявки. Среди них и собственники квартир на Советской, которые уверены, что почти полувековое дерево в их дворе может быть опасным для жизни. Подробнее в сюжете Юлии Савушкиной. Не прошло и полвека, как эти деревья на Советской 143 перестали радовать глаз местных жителей. И это не просто капризы. Крепкие. На первый взгляд вязы вызывают реальную обеспокоенность. Да, они вон даже текут все ветки, постоянно сильный ветер. Ветки у нас обламывают, все валяется здесь. Дети могут даже не обратить на это внимания. Да и взрослые. И взрослые. Неожиданно. Это все же происходит неожиданно. Все вот эти беды, кстати говоря, они так и неожиданно кончаются. К сожалению, травмами. А то и летальным исходом. Тамбовчане еще помнят трагедию на севере города. Ровно год назад, 5 июня, крупная ветка ясеня упала и убила пенсионерку. Кто знает, можно ли было тогда избежать самого страшного. Ведь в областном центре бушевал ураган, способный повредить даже молодые и крепкие деревья. А вот в случае с аварийными предупредить беду можно. На очередь поставили по благоустройству. Вот это спиливание деревьев благоустройства в 2018 году. А обращались в 2017. Ну, они тянули, тянули резину. Ну, как всегда. Откладывали, откладывали. Потом поставили на очередь. И вот звоню я в долговой центр. Вы у нас есть в реестре, вы у нас везде есть. А дело не делается. Два таких же засыхающих дерева по заявкам жители спилили в прошлом году. До этого же руки так и не дошли. И, как объяснили специалисты, такая высота требует особой техники и большего времени. И немалых средств добавляет гендиректор организации, ответственный за спиливание аварийных деревьев. Между тем, бюджетных денег, направленных на этот вид работ, не хватает. В среднем удаление аварийного дерева от 10 до 20 тысяч стоит. А пиловка, ну, чуть поменьше. От 7 до 12 тысяч. Что касается конкретно этого адреса, то в прошлом году там часть работ была произведена. То есть по заявкам на 2018 год, все заявки, которые были на тот момент, они были отработаны. То есть в этот момент, на сегодняшний день, в этом году появились новые заявки. Конечно, они внесены в реестр. И будут в дальнейшем они реализованы, эти мероприятия, как только у нас будет перераспределение лимитов. Сейчас в реестре свыше тысячи заявок на удаление деревьев в Тамбове. Несложно посчитать, в какую копеечку это влетает. Некоторые дворы ждут своей очереди с 2014 года. Впрочем, а что еще остается делать в такой ситуации? Юлия Савушкина, Дмитрий Наякшин, Олег Щербаков. Область новостей. 5 июня российские экологи отмечают свой профессиональный праздник. В этот день поздравления принимают работники Министерства природных ресурсов, природоохранной прокуратуры, а также государственные и частные экологические организации. Экологи не только изучают взаимодействие живых организмов, но и пропагандируют бережные отношения к природе. О новой культуре потребления и новом экологическом мышлении в сюжете Людмилы Марченко. Эколог не профессия, а образ жизни. Пока для большинства раздельный сбор мусора норма рекомендательная и не совсем удобная, есть те, кто делает это по собственной инициативе. Они-то знают, как превратить отходы в полезную в хозяйстве вещь. Новая культура потребления подразумевает и новую схему покупок. Вместо того, чтобы каждый раз брать в магазине пластиковый пакет, который через несколько минут отправится в мусорную корзину, я использую многоразовую сумку. И в частности вот эта была сделана из хлопка, который был уже переработан. То есть это экология в квадрате. Прогулки на природе Наталья любит совмещать с полезными делами. Например, с беседой на скамейке можно смастерить многоразовый мешок, который заменяет фасовочные пакеты. Не так давно я прочитала сообщение о том, что нашли мертвого кита, а в желудке у него было очень много пластика, пластиковых пакетов. И он именно от этого умер. Мне очень не хотелось бы, чтобы именно от моего пакетика умер какой-нибудь несчастный кит. По мнению Натальи, с появлением всевозможных упаковок мы разучились делать покупки правильно. Сразу бананы упакованные. Их я брать не буду, потому что бананы и так упакованы естественным образом. Я лучше возьму вот такие и даже не буду использовать свои эко-мешочки. То есть в принципе дома нет полиэтиленового пакетов? Они есть, их очень много, потому что, допустим, хлеб, он упакованный по большей части. Но я планирую эту проблему тоже как-то решить в дальнейшем. А вот здесь как раз и пригодились эко-мешочки. Вот продукты в такой упаковке я стараюсь избегать. Мало того, что вот эта вот упаковка нигде не принимается в Тамбове, ее даже в других городах очень сложно найти места, где их примут и переработают. Чтобы не плодить полиэтиленовый мусор, наклеить ценник можно непосредственно на банан и огурец. Вот пельмени на развес. Вместо того, чтобы брать для них пластиковый пакетик, я лучше воспользуюсь своим контейнером, который принесла из дома. Но ведь контейнер тоже имеет вес. Вам как считают? Да, к сожалению, у нас нет такой опции, чтобы его сбросить. Ну, хотя в некоторых местах, может быть, и есть. Вот. Но я как-то, я могу себе немножко позволить переплатить, но совсем чуть-чуть. Я понимаю, что это не для всех. Вот. Но если кто-то не может себе это позволить, то он может как-то понизить свое загрязнение окружающей среды другим путем. Использование своей тары для покупки продуктов на развес разрешено законом о защите прав потребителя. Если вы не хотите платить за мусор уже в магазине, прийти за покупками со своей тарой никто запретить не может. Наталья – биолог, за плечами университет, аспирантура. Кроме того, она участник добровольной пожарной дружины и профессионально тушит лесные пожары в Центральной России. Наташа, вы в лес ходите не просто так. В лесу у вас очень много, скажем, увлечений, кроме того, что вы любите природу и природой занимаетесь изучением ее профессионально. В лесу вы еще занимаетесь спортом. И спорт совмещается с очень полезным делом. Как он называется? Совершенно верно. Это дело называется плоггинг. Я не просто бегаю, но и во время бега я собираю весь тот мусор, который повстречается на моем пути. И мало того, что я его собираю, те фракции, которые у нас принимаются на переработку, я потом отношу в пункты приема. Следует отметить, что пункты приема у нас в Тамбове есть. И к вторичной переработке в них, кроме стеклотары и бумаги, принимают металл и пластик. Перед тем, как сдать бутылки пластиковые, их нужно обязательно смять, чтобы они занимали меньше площади. Оказывается, на такой пробежке можно еще и подзаработать. Если собрать большую сумку полностью, то за ее содержимое можно выручить больше 100 рублей. Таким образом, делая планету чище, можно стать еще и богаче во всех смыслах. Людмила Марченко, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Область новостей. Университеты области готовятся выпустить разнопрофильных специалистов. Без пяти минут журналисты и выпускники Державенского университета сегодня в телестудии нашего канала представили потенциальным работодателям собственные портфолио. Будущие бакалавры журналистики четыре года не только изучали ремесло, но и пробовали себя в практической работе. В их личной копилке фото и видеоматериалы, публикации и статьи. Итоги своей деятельности студенты презентуют своим старшим коллегам, а те, в свою очередь, присматриваются к перспективным кадрам. В прошлые годы по итогам проведения такого мероприятия в течение буквально нескольких месяцев все наши выпускники были трудоустроены. И на сегодняшний день мы можем говорить, что более 90% выпускников трудоустроены. Оставшаяся часть обучается в магистратуре, тоже работает. Блестяще презентовала свою портфолио и действующая сотрудница нашего телеканала Алла Белякова, хорошо знакомая зрителям по новостным эфирам. Впереди у студентов государственные экзамены и защита диплома. Сегодня на набережной Тамбова стартовала традиционная акция «Читающий бульвар». Бумажная книга, будь то фантастика или сборник классической поэзии, ежегодно объединяет библиофилов всех возрастов. С читательскими вкусами горожан познакомился Павел Юрасов. Центральное событие акции, полюбившийся тамбовским книгачеем, буккроссинг. Что такое буккроссинг, вы спросите? По-русски это обмен книгами. Допустим, есть книги, которые вы прочитали от корки до корки. В моем случае это стругацкие. Я подхожу к лавочке с книжками, оставляю их случайному читателю, отличного чтения, кстати, и беру что-то для себя, допустим, хоруким уроками. Неплохой улов. Ассортимент самый широкий, от классики до специальной литературы. Мы приходим к читающему бульвару уже второй год. То есть в том году я нахожусь в декретном отпуске, поэтому время позволяет прийти, принести свои книги на обмен, взять то, что понравилось. В том году у нас было предпочтение книг по краеведению. В этом году уже немножко другие интересы. Детский, историческая литература. В этом году проект стартовал в преддверии 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. По этому поводу дети продекламировали стихи и афоризмы поэта. Врагов имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас позже. Вместе с отдыхающими в школьном лагере учениками читающий бульвар посетили его постоянные участники. За вот это время сформировался определенный круг друзей читающего бульвара, которые регулярно участвуют в нем, которые приходят сюда не только обменяться книгами, но и обсудить их. И в этом тоже им помогают и сотрудники Пушкинской библиотеки. Каждую среду, пока будет позволять погода, книголюбы будут собираться у памятника Рахманинову. Обмен книгами и окололитературные беседы каждый раз будут сопровождать тематические викторины. Павел Юрасов, Михаил Мальцев, Александр Щеднов. Область новостей. Зарядка с чемпионом. Спортивная акция под таким названием проходит в нашем регионе. Комплекс упражнений для всех желающих демонстрирует звезда профессионального бокса Артур Осипов. Зачем он это делает, попытался выяснить мой коллега Олег Рожков. Очередной точкой здоровья на спортивной карте боксера стала Тамбовская академия футбола. Энергии у чемпиона хватит на всех, поэтому в бодрой зарядке он никому не отказывает. Куда приглашать, туда приезжаем. Сегодня вот сюда пригласили. Я с огромным удовольствием сюда приехал, потому что, во-первых, хочется сделать что-то хорошее, что-то полезное, ну и плюс я люблю футбол. 5-7 минут. Этого достаточно, чтобы разогреть организм и подготовить его к дальнейшим нагрузкам. По словам Артура, собственная зарядка у него не отличается от показательной. Единственное, тренируется он только вечером. Считает, что в такое время легче даются упражнения. С футболистами чемпион поделился не только опытом выполнения стандартных позиций, но и продемонстрировал кое-что из боксерского арсенала. Я вам покажу учебную стойку. То есть она выглядит следующим образом. Ноги чуть пошире плеч, в районе ширины плеч. Колени чуть согнуты, руки на подбородок, локти закрывают солнышко, печеночку, сердечко. Очень такие чувствительные места, поэтому советую не пропускать в них. Плечи чуть вперед, как панцирь у черепахи. И бьем удар. Поворачиваем тазобедренный сустав обязательно. Такие уроки ребятам пришлись по душе, и некоторые приемы они уже взяли себе на вооружение. Он показал нам несколько основных приемов. Это стойка и пара ударов. Я считаю, что это полезно для каждого человека, потому что каждый человек должен уметь сам обороняться. В долгу воспитанники Академии не остались, поскольку Артур Осипов поклонник футбола, они тоже показали ему пару своих упражнений. А сам боксер несколько раз успешно пробил поворотом. Да и в целом продемонстрировал хорошее владение мячом. Зарядка Артур Осипов ездит не только по Тамбовской области. Говорит, проводил разминку даже в Москве. Цель его акции простая – смотивировать молодежь на достижение наивысших результатов и показать ребятам своим примером, что все возможно и любые вершины достижимы. Олег Рожков, Валентин Толстых, Александр Щеднов. Область новостей. Мы рассказали о главных событиях этого дня. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tvtombov.ru. До новых встреч! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok